Доброе утро! С вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня киш с фрикадельками. Вам понадобится для него фарш, а еще шпинат. Вот с него, кстати, я и начну. Шпинат порежьте, либо у вас будет замороженный или свежий. И отправьте его обжариваться, немножко потомиться на сковородке. Теперь займемся фаршем. Для фарша порежьте мелко лук. Лук добавьте к мясу. Здесь же я его посолю и поперчу. Перемешиваем и лепим небольшие фрикадельки. Фрикадельки делайте небольшого размера. Фарш можете использовать по своему усмотрению. Можно из говядины, или просто из свинины, или домашней смесь и того, и другого. Ну, а теперь поджариваем мясные шарики на небольшом количестве масла. Итак, для заливки этого пирога вам понадобится около 150 граммов йогурта. Буду использовать низкокалорийный йогурт и доведу всю граммовку до 200 граммов как раз на порцию пирога. Использую майонез Провансаль от Хабаровского МЖК. Натуральный продукт с использованием сырья российских производителей. В рецептуре майонеза используется традиционная русская горчица, натуральное сухое молоко и яичный порошок. У этого майонеза короткий срок годности. Поэтому будьте внимательны, если покупаете большую пачку майонеза и быстро-быстро его используете. Готовьте разнообразные блюда. Вообще способности майонеза практически безграничны. Доводите до вкуса различные соусы или блюда, которые вы будете дальше подвергать кулинарной обработке. И еще к заливке я добавлю три яйца. Все продукты перемешиваю. Получается очень нежная яичная заливка. Которая, кстати, может добавить еще немного перца или любимых приправ, чтобы довести до вашего любимого вкуса. Итак, после того, как и заливка готова, теперь переходим к подготовке теста. Буду готовить из слоеного теста. Раскатываю его и дальше оформляю в форму. Ну а теперь начинаем заполнять пирог. Итак, раскладываю сначала фрикадельки. Между мясом помещаю целиком помидоры черри. И теперь на свободное пространство я закладываю шпинат. И осталось залить пирог соусом. Итак, отправляю пирог запекаться при температуре 180 градусов. Пока на 15 минут и буквально еще на 10 минут поставлю и посыплю его сыром. Не забудьте щедро посыпать пирог сыром перед тем, как он будет полностью готов. Дальше остудите и угощайтесь. Приятного аппетита!